Давайте. Сегодня у нас третья лекция, как вот на слайде обозначена. Значит, я пойду так, как у меня намечено, а потом в конце, я надеюсь, остается немного времени, и я быстренько вернусь к прошлой лекции, там я говорил, что доказательство было приведено, но оно не вполне корректное. Но вот эту некорректность вроде бы удалось исправить, я тогда об этом скажу, если останется время, если не останется, придется еще на дальнейшие какие-то встречи освожить это. Да. Теперь вот, возвращаясь к содержанию предыдущей лекции, она, собственно, была закончена. Ничего не переключается, надо же. Как так? Как же я буду это делать, если... Ага, переключается. Ну, замечательно. Да, предыдущая лекция заканчивалась тем, что было показано, ну вот хотя бы здесь остановимся, что для данной операторной матрицы найдется, ну, квадратной матрицы, найдется унемодулярная матрица, или, как мы условились говорить, оператор, имею в виду операторную матрицу. Унемодулярный – это значит допускающий обратный, об этом говорилось. Такое, что вот это вот произведение, унемодулярный У, У на Л, даст новый оператор, который я обозначил, вот, ну, можно читать это, это л-краткая, потому что значок тот самый, который над и кратким ставится. Такой л-краткий, что его фронтальная матрица будет невынужденной. Ну, вот это доказывалось и иллюстрировалось, вот тут вот была иллюстрация, вот исходили из оператора, у которого фронтальная матрица вынуждена, получили краткое такое, что фронтальная матрица вот этому равна, и она невынужденная. Ну, это было доказательство возможности построения такого оператора У и, соответственно, и краткого. А это делается алгоритмически. И вот этот алгоритм в сочности он и уже озвучен и показан был в доказательстве той теоремы и того предложения, я не помню, как это называлось, где говорилось о существовании таких объектов. Да, так вот мы этот алгоритм сейчас быстренько посмотрим. Тут много времени на это не уйдет, потому что я уже сказал, он в сущности использует те же шаги, что доказательства, соответствующие утверждения. Но тут, поскольку речь идет об алгоритме, тут нужны некоторые другого рода оговорки. И вот определение 9 как раз дает такую оговорку и уточнение, что все-таки поле К, вот это вот, ну или К жирное, должно быть конструктивным. В том смысле, что должны для него существовать, ну и быть нам известными, алгоритмы выполнения арифметических операций поля. И, что не менее важно, алгоритм проверки равенства нулю элемента. Потому что, естественно, многие алгоритмы ориентируются и разбитываются в зависимости от того, ноль не ноль там где-нибудь. Но надо уметь определять, равно ну что-то или нет. Да, ну и в случае дифференциального поля дополнительно предполагается, что существует и алгоритм выполнения операций дифференцирования. Ну вот это, тут ссылка на слайд 41, уже просмотренный в прошлый раз, это как раз вот это вот предложение 2, которое я упомянул. Я нажал на слайд 41, не поеду, уж извините. Да. Тот алгоритм, который мы рассматриваем сейчас, мы будем называть алгоритмом RR, вот как здесь написано. Ну это RR сокращение от RR Reduction, ну как приведение строк, да, название данного этому алгоритму его авторами, авторами Керман, Пченко и Лобан, трое. Ну мы обишем алгоритм коротко и сосредоточимся на построении самого оператора и краткое. Ну алгоритм может строить, некоторые там добавления сделать и множить LPU, но это для нас, во-первых, для дальнейшего не очень существенно, а во-вторых, ну это восполняется. Ну, чтобы не загромождать записи, само построение, нахождение U здесь опускается. Да, значит, алгоритм таков, что новый оператор, который мы хотим получить, вот этот вот L краткое, получается строиться на месте исходного оператора L. То есть мы в L чего-то меняем, не заводя никаких копий, его просто на том же месте. Шаг за шагом постепенно преобразуясь в L краткое, как здесь и написано. Ну вот он здесь, этот алгоритм выписан. Значит, начинается, естественно, с проверки того, являются ли строки фронтальной матрицы оператора L линейно-зависимыми на ТК. Ну хорошо, если нет, то если они не являются линиейно-зависимыми, то ничего менять не нужно. Уже все хорошо. Все, заканчиваем. А в противном случае находим вот такие множители P1 и так далее, Pm и Sk, которые являются коэффициентами зависимости. И зависимость, значит, есть коэффициенты зависимости. И эти все P здесь, они в количестве равном числу строк выписаны. Но некоторые могут быть равны нулю при этом. Но не все. Иначе что это за линейная зависимость? Из тех строк L, которым соответствуют не нулевые коэффициенты, а такие есть, мы только что сказали об этом, мы выбираем такую строку, которая имеет наибольший порядок. Если есть несколько строк с этим значением порядка, то берем любую из них. Ну, пусть это будет ИТ-строка. То есть в наших обозначениях, которые мы когда-то приняли, мы пишем вот таким вот манером. И запятая звездочка, значит, ИТ-строка вот этой матрицы этого оператора. Ну, вот теперь эта строка заменяется вот такой суммой. Обратите внимание, что здесь происходит. Мы в порядке всех строк, тут Ж изменяется от единицы до М, охватываются все строк. Мы их порядок подгоняем под альфа ИТ. Альфа ИТ – это наибольший порядок, таков принцип выбора И, ИТ-строки. Поэтому здесь всегда не меньше нулевые. Ну, и у них одинаковый порядок. И добиваемся того, чтобы вот с помощью этих коэффициентов, после домножения на эти коэффициенты, у них не только одинаковый порядок, но и первые элементы, не нулевые, они одинаковые. И, значит, после коэффициентов заменяем такой суммой. Это значит, что ИТ-строка, вот ее первый элемент, самый, так сказать, левый, он превратится в ноль. Ну, потому что это коэффициент линейной зависимости и все такое. Значит, можно еще повторять и еще повторять. Ну, в конце концов, куда деваться, получим оператор с невырожденной фронтальной матрицей. Вот таков этот алгоритм. Ну, значит, вот тут примечание про полную версию алгоритма Роу-Редакшн. Мы изложили, я изложил такую довольно упрощенную версию, которую строит только вот этот л-краткий, л-краткая. Унимодулярный множитель не строит. Но тут еще мы изначально предполагали, что исходный оператор л имеет полный ранг. Ну, вот это в полном варианте не предполагается. Это позволяет, вот тут написано, решить более общую задачу. Дан произвольный оператор, ну, такого вида, как мы рассматриваем. И мы, значит, строим вот эти вот операторы, о которых уже говорилось. Но теперь не предполагается, что это имеет полный ранг. И поэтому л-краткая может в матричном представлении иметь несколько нулевых строк. То есть мы исходим из оператора, мы чего-то с ним делаем, а он был не полного ранга. И это оборачивается тем, что некоторые строки становятся нулевыми в этом операторе. То есть не просто они там линейно зависимы, чего-то такое. Они просто нулевые и все. И вот будет иметь, значит, уже не n, не нулевых строк, а n-k, там же k-строк нулевых. И оператор или имеет полный ранг тогда и только тогда, когда k равнует. То есть по тому, что мы получаем, можно видеть, полного ранга был исходный оператор или нет. Но этот вариант я здесь разбирать не буду. Все это на самом деле не сильно отличается от того, что я сказал. При желании вы можете самостоятельно додумать эти моменты. Но вот такой вариант этого алгоритма, я на всякий случай здесь для него ввожу обозначение. Может быть придется упомянуть когда-нибудь дальше. Я сплю со мной наверху. Так, так, так. Я что, тут плохо справляюсь, извините. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас все найдем. Да, вот здесь я был. Да, например, вот у нас k, это жирное, это есть просто поле рациональных чисел. Но k жирное должно быть дифференци... Нет, не поле рациональное, извините. Извините, я вам бы сказал. Поле рациональных функций. У нас все эти операторы как бы с непостоянными коэффициентами. И здесь вот они, эти коэффициенты, рациональные функции. Но к жирное должно быть дифференциальным полем. В качестве дифференцирования мы берем просто d по dx. То есть дифференцируем эти рациональные функции так, как они всегда, как обычно, как всегда, дифференцируются. И вот для столбцов, первого столбца и второго, да, это опять наше обозначение для столбцов, мы такие принимали. Значит, это все элементы оператора L, для которых второй индекс равен единиц, соответственно, это все элементы оператора L, и для которых второй индекс равен двум. Первый и второй столбцы. И вот мы такое оператор берем. И для него выполнено, как можно показать и проверить, это легко, вот такое вот разницу. Что если взять первый столбец и вычесть из него второй столбец, каждому элементу, которого, да, дифференцируется, то будет вот это вот выполняться, да, но то есть столбцы этого оператора, если мы слева позволяем им нажать вот, ну, давайте я договорю, а потом комментарий пойдет. Да, вот такое равенство выполнено. Столбцы, как бы, в этом смысле получаются линейно-зависимыми, да, вот подобрали к этому множитель единицы, к этому дельта, минус дельта, вернее, или такая линейная комбинация равна ну. Но строки L линейно-независимы при этом. То есть можно показать это. Если применить вот алгоритм R и RK, то получаем оператор с невырожденной фронтальной матрицей. Отсюда следует, что строки линейно-независимы. Это странно на первый взгляд, потому что мы доказывали, была в доказательстве некорректность, но она ликвидируется, что ранги по строкам и столбцам, как вообще и ожидается от ранга, они должны быть равны. И они таки равны вот в таких матрицах, которые мы рассматриваем. А как же так? А вот они, оказывается, что здесь зависимы, а столбцы зависимы, а строки независимы. А дело все в том, что когда рассматривается линейная зависимость по столбцам, и вообще реманг, в частности, по столбцам, то множители вот этих вот, так сказать, коэффициента линейной зависимости, они пишутся справа. Для строк они пишутся слева, а для столбцов справа. А здесь мы как раз использовали левый множитель. Здесь непонятно какой, множитель равен единице, слева или справа, неважно. А здесь он отчетливо стоит слева. Это не то, что имелось в виду в том утверждении, которое мы доказывали о равенстве рамков. Там как раз говорилось о том, что рамк правый, рамк по столбцам, он назывался также рамк правым рамком. Именно в том смысле, что множители при вычислении рамка ставят, считают, поставлены из права. Вот эта иллюстрация к тому, о чем говорилось, вы знаете, мне не хочется тоже как-то я тут на слайд 36 переходить. В общем, я уже словами сказал, что именно здесь иллюстрируется. Иллюстрируется то, что столбцы нельзя брать слева множителями для построения линей. Эти линейные комбинации интереса не представляют, если мы говорим о равном. Так. Вот здесь в этом предложении 3, которое, собственно говоря, доказательство весьма элементарное и почти и не требуется, речь идет вот о чем, в том, что если мы вот получили уже оператор, вот он у Эль, с невырожденной фронтальной матрицей, а теперь его домножим вот на такую диагональную матрицу, значит, краткое, это у нас порядок вот этого вот оператора. Да, ну вот тут написано, собственно говоря. И мы вот таким домножением на эту диагональную матрицу подгоняем все меньшие порядки строк до n-краткого. То есть мы все сдвигаем то, что нужно, налево, и тем самым бывшая фронтальная матрица превращается в ведущую матрицу. Ну, что такое ведущая матрица, понятная, так сказать, матрица, являющаяся старшим коэффициентом в нашем операторе. Ну, а доказательство какое здесь? Значит, здесь есть один момент такой, действительно. Произведение, тут говорится, скалярных операторов вот такого вида, оно равно вот этой вот величине. плюс какие-то еще члены порядка меньшего. То есть с одной стороны все здесь не коммутативно в этом кольце, вернее, даже поле, дифференциальное поле. Но старший член произведения, он вот такой вид имеет. А здесь всякая мелочь уже идет. Вот старшие коэффициенты, которые важны именно для этого, они не зависят, скажем, от порядка и все такое. Вот мы здесь домножаем и смысл еще такой, домножаем на эту штуку. Здесь коэффициент, ну, что это такое, а, допустим, равен единице. Вот здесь вот мы видим это. Домножаем на там что-то, на строку и получаем каждый раз вот такую вот вещь. Вот ничего, вот это просто произведение, а у нас здесь единица, значит, это вообще можно не смотреть. А Б, какой был коэффициент, такой старший коэффициент, таким он и остается. Ну, вот это и много слов, может быть, глядя на предложение три, можно сразу сказать, что-нибудь очевидно, но все-таки комментарий я даю. Теперь вот по поводу оценки сложности. Мы рассмотрели некоторый алгаритум, так сказать, нетривиальный все-таки, ну, медалоги вот так не валяется он. И хотелось бы хоть немножко так оценить его сложность в какой-то степени, насколько это все сложно. Ну, вот М и Эр, Эр, это наша матрица исходная, та, которая была, Эль большое, да, вот она здесь написана, это число строк и столбцов в ней, и Эр, это порядок этого оператора, то есть мы смотрим, в какой степени наибольший туда вообще и дейта входит. Значит, М и Эр, вот мы считаем, что М и Эр, они определяют размер оператора и вот мы так измеряли в паре этих чисел. То есть два числа являются размером, а не один, но не одно число, это, собственно, тут не возмущаться, не удивляться нечему, потому что, ну, бывает так, например, длина и ширина, там, какой-то размер, ну, вот так вот, и здесь все мы и я. Ну, дальше вот некоторое такое очень поверхностное рассуждение, что наибольшее число операций требуется, когда ведущая матрица исходного оператора не имеет нулевых строк. Значит, с каждым надо, с каждой строкой работать. И при этом, я беру худший случай, понятно, результатом применения R является оператор нулевого порядка. Ну, то есть придется все там много шагов делать для того, чтобы от исходного порядка R прийти к милевому порядку. Каждый шаг алгоритма R понижает на единицу порядок одной из строк оператора. Он мог бы случайно понизить и на несколько единиц, но рассматривая худший случай, мы считаем, что на единицу. Ну, и число шагов алгоритмы R R тогда равно вот этому произведению. Каждый шаг состоит из двух частей. Поиск линейной зависимости, ну, недавно смотрели этот слайд с обезьянным алгоритмом, я надеюсь, вы помните еще, действительно, линейная зависимость, да, строк фронтальной матрицы, это имеет вот такую вот сложность. значит, тут это и омега, вот я об этом еще скажу ниже, но омега вот эта маленькая, это показатель матрицного умножения, так называемый, это то, вот с какой сложностью мы можем умножать матрицы квадратные м на м. Поговорим еще об этом, но сейчас просто напоминание быстрое. Да, так вот, поиск линейной зависимости это фактически решение системы линейных алгебраических уравнений. И показывается, это известный факт, что сложность этого процесса, она такая же, как сложность умножения матриц. Поэтому здесь вот это n в степени омега, это является оценкой сложности много чего, но в частности умножение матриц и поиск линейной зависимости. Теперь это, вот это большое, я тоже напомню, возможно, что некоторые из вас слушали на третьем курсе мои лекции по сложности алгоритмов, я читаю их каждый год третьему потоку, кто-то из вас с третьим потоком заканчивал, но вот об этом мы там в курсе довольно много говорим, это величина порядка, тоже я чуть позже напомню, величина порядка вот такого не точное равенство порядка этого, но вот общие затраты на поиск линейных зависимостей строк фронтальных матриц будет величиной порядка n r на вот эту величину, это число фронтальных матриц, которые мы вот так шаг за шагом и как я говорил, предполагаю, что каждый шаг мало чего меняет, вот поэтому нам придется выполнить вот такое число здесь операций, а затрата на исключение в строках вот такой вот величины будет, ну и общая оценка будет вот такой вот, сложность алгоритма r, r, да, тут вот указанное правильно, в худшем случае допускают ассимптотическую акцентку, ну ассимптотическую из-за этого вот я говорю тета величины величины одного порядка, ну известная из курса анализа что-нибудь такое, тут вот у меня я уже фактически проговорил это все, давайте все я открою здесь, вот это такой уже проговоренный мной фактически и напоминание в основном вот первое напоминание касается вот этого обозначения тета большое принято в теории сложности тета используется, что если f мы пишем, что f там от многих переменных g от тех же переменных, если при стремлении бесконечности значения этих переменных выполнено одновременно и f есть у большого от g и g есть у большого от f ну и тем самым f и g суть величина одного порядка дальше тут на этом слайде идет напоминание напоминание касающиеся вот этого показателя матричного умножения омега то, что я говорил предполагается, что для умножения омега матриц обращения невынужденных матриц решения системы линейных уравнений с омега матрицей левой черсти и т.д. используется алгоритм с такой вот сложностью значит, где вот эта омега малая она всегда больше двух и меньше или равно трех и в классических алгоритмах ну алгоритмы вот тут перечислены были они на первом курсе проходятся они исходят из определения произведения матриц строго говоря и там это омега равно трех то есть там для тех алгоритмов сложность в таком в такой ассимптотической оценки это тета от м в кубе ну вот да прошу прощения я тут не очень справляюсь да вот в классических алгоритмах амега малая это три а дальше значит такой вот спорт вот тут значит идет соревнование последний алгоритм последний результат который мы не отмечем на слайде может быть дело уже и дальше пошло я не знаю вот омега вот такая величина перед этим легай вот такой вот предлагал тут уже борьба идет за какие знаете по счету после закитония посмотреть а до этого Василевска Вильямс вот такой предлагал еще до этого виноград и Коппер Смит это старый и Штрассена у Штрассена это логарифм двоичной семи собственно достижение в том что в классических алгоритмах это три это логарифм двоичной восьми а Штрассен вот звел к алгоритму двоичному семи ну это такое напоминание значит из той оценки которую мы более или менее получили ну там описательно все но тем не менее понятно что это можно и более скрупулезно получить вот эту оценку мы получили можно из нее попроще оценку верхней он большой это ассентатическая оценка сверху или верхняя оценка вот такого вида ну и это добавление тут небольшое можно отдельно посчитать число применения операторов вот этих вот дифференцированных строк матриц в лучшем случае оно может быть оценено вот таким вот да теперь мы обсудим понятие левого и правого регулятора для оператора полного ранга значит это запомним что мы сейчас работаем с операторами полного ранга то есть матрицы L операторной и лишних строк в ней нет тех которые могут быть выражены через остальные строки ну вот левым регулятором левый и правый здесь сразу скажу что это опять в том же смысле левый множитель и правый множитель ну потому что эти регуляторы это собственно множители для оператора которые его делают в чем-то более удобным вот да множители на этом он каким-то хорошим там стал вот сейчас значит R1 оператор это левый регулятор значит мы левый множитель готовим матрица вот такого вида U1 не модулярный оператор S это неотрицательные S это вектор из неотрицательных целых чисел и такое что умножение R1 на E дает оператор новый там как-то его тоже можно отдельно обозначить это не сделано здесь порядок его не возрастает в результате этого умножения и ведущая матрица нового вот этого полученного оператора не выложена ведущая не фронтальная ведущая ну и аналогично R2 это правый регулятор если опять более или менее так и U2 у не модулярный да и теперь вот это вот произведение опять оно дает оператор порядок которому не махрос по сравнению с оператором и ведущий оператор матрица вот этого оператора не выложена то есть то есть операторы эти приводят в порядок и домножение на них приводит в порядок ведущую матрицу что может быть ценно я вот тут как-то я-то по-моему пропустил вот эти вот строчки сразу стал объяснять это определение ну здесь что сказано что вот если у нас такой вектор из неотрицательных целых чисел тут мы это здесь не используем но для дальнейшего будет понятно вот как модуль S это просто сумма этих компонентов этого вектора и когда мы пишем D в степени S а S это обозначение вектора мы понимаем диагональную матрицу вот с такими элементами то есть по диагонали стоят дифференцирования в соответствующих степенях то есть степенях S1 и так далее S1 тогда можно утверждать что для матрицы L существует левый и правый регулятор даже не заглядывая на следующий слайд я хочу сказать что то что левый существует регулятор мы собственно уже установили это выше говорилось что можно вот так взять добиться того чтобы там была ведущая матрица не ведущая фронтальная невынужденная а потом домножить на соответствующую диагональную матрицу про левый говорили но тут это повторяется вот тогда это говорилось так сказать менее формально здесь это поформально и все выписано и то что так ну в общем это то самое а вот для доказательства существования правого регулятора можно поступить следующим образом зачем вообще вот мы вводили понятие сопряженного оператора это именно в честь для того чтобы вот когда что-то доказано для левых множителей или о существовании каких-то левых множителей которые упрощают наш оператор то можно было эти доказательства переносить и на правый множитель а именно мы берем вот этот оператор сопряженный что такое это говорилось там каждый элемент а элемент является скалярным оператором да и его строить сопряженный значит получаем матрицу из сопряженных и еще эту матрицу транспонирование транспонируем это это было там слайдов 15 тому назад это можно найти ну и значит во-первых если л для нас существенно имеет полный рамк то и л со звездочкой и сопряженный будет иметь полный рамк ну это просто напоминание такое это по определению просто для оператора дельта не дифференцированием сопряженные это минус дельта и получаем что вот сопряженный к такой диагональной матрице он будет сопряженный оператор сопряженные матрицы к диагональной такого вида будет тоже диагональной матрицей, вот здесь просто опять это D в степени T вывезла, но тут появляется домножение слева на диагональную матрицу, и на диагоналях тут минус единицы, плюс единицы в зависимости от этих показателей. Ну а для левый регулятор, для L со звездочкой существует всего уже доказанного, и при этом вот это вот имеет, ну поскольку это регулятор, то это имеет невынужденную ведущую матрицу, и с порядками здесь все хорошо, все как надо. Ну вот теперь от этого мы же все построили, все только левый регулятор и для сопряженной матрицы, а нам мы хотим правый регулятор и для матрицы L, а не для сопряженной, что делать? Ну вот к тому, что мы построили, мы еще раз применяем операцию сопряжения, вот звездочку сюда ставим. Да, ну и вот, когда мы к произведению применяем сопряжение, то порядок в произведении меняется на обратный, а значит L со звездочкой и к ней еще звездочка вылезут на первое место, а это дважды сопряжение, и это просто ей будет равно. Ну вот об этом и здесь и говорить, я так сказать, на пальцах объясняю, но тут все написано. Маленькое еще нужно добавление, теперь вылез оператор U со звездочкой, вместо U, вот когда мы левый строили для сопряженного, теперь вот справа для оператора L вылезает U со звездочкой, но U не модулярен, то и этот оператор будет у не модулярен. То что значит U не модулярен? Это значит, существует обратный, то есть существует U, здесь он U с чертой обозначен такой, что U с чертой на U, и то же самое здесь, U на U с чертой равно единичной матрице порядка N. Ну вот теперь, если применить сопряжение к этому, ко всему, то мы получим, что U со звездочкой на U с чертой, со звездочкой и то же самое вот в этом порядке, это единичная матрица с сопряжением. Но единичная матрица с сопряжением, это никакая даже не дифференциальная в полном смысле слова, это просто матрица с какими-то там элементами. Она, конечно, просто единичная матрица. Ну вот как тут сказано, поэтому оператор U2 у не модулярен. Теперь мы поговорим еще, вот, это нам все пригодится. Мы готовим себе некоторый запас для будущего. Уж извините, тут некоторая такая техника идет. Л. Охватывающий оператор. Значит, Л. Охватывающий оператор, если я говорю не по слайду, а так, на пальцах, так сказать, Л. Охватывающий, его смысл какой? Что если мы оператору сопоставляем систему уравнений, ну, она будет системой дифференциальных линейных, линейных дифференциальных уравнений, да, оператору L, там есть какие-то решения. Если мы сопоставляем систему охватывающему оператору, охватывающему для L именно, то те же самые решения у соответствующей системы сохранятся, но, может быть, появятся еще какие-то лишние. Вот слово охватывающий в этом смысле надо понимать, что те решения, которые были, они останутся, но, может быть, еще прихватим чего-то, что нам не нужно, но, тем не менее, они могут вылезти. Ну, тут вот вводится такой термин L, охватывающий оператор, в том смысле, что мы, вот, префикс L в введенных терминах указывает на невынужденность ведущей матрицы. Значит, мы добиваемся того, чтобы ведущая матрица, ведущая была невынужденной, и все прежние решения, которые были, сохранились. Но, в третий раз говорю, может быть, появятся еще какие-то. В данный момент нас как бы это не волнует. Лишь бы ведущая матрица стала невынужденной, и система имела невынужденную ведущую матрицу, и мы никаких решений не теряем. Может быть, приобретем чего-то. Но здесь мы это как бы сознательный шаг делаем. И вот L с такой крышкой, значит, это вот мы считаем здесь охватывающим. L охватывающим оператором, и соответствует система такого вида или охватывающая система для исходной. И при любом расширении исходного дифференциального поля, каждая, принадлежащая этому расширению решения системы, является решением иного вот этой системы. Ну, я вот сейчас заметил, что здесь, так это небрежно сказано, собственно говоря, не решение принадлежит расширению, а решение все-таки у системы это вектор. И вот каждая компонент этого вектора принадлежит к соответствующему расширению, в котором мы ищем в этом смысле решение. Ну, тут все допускает аккуратное выражение словами, но вот так длинно получается, поэтому короче сказать так, как здесь написано, с надеждой, что будет понято правильно. Вы знаете, время устроить пятиминутный перерыв, и я бы хотел это сделать. Давайте немножко дуб переведем, отдохнем. Пять минут перерыва. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 И то же самое для системы. Если у нас система, то мы можем получить и систему с невынужденной ведущей матрицей. И она будет охватывающей системой. Никуда от этих операций, которые здесь в нижних строчках описаны, решения не пропадают от них, от этих домножений. Но новые решения могут появиться. И об этом мы еще поговорим, я надеюсь, будет момент подходящий. Почему могут еще какие-то решения? Ну, потому что вот уже когда мы рассматриваем единичное скалярное уравнение, мы его дифференцируем. Берем и вот уравнение написано, линейное, дифференциальное, обыкновенное. Мы дифференцируем обе части его. Ну, никуда решения не деваются, но новые решения появиться из-за дифференцирования могут, конечно. Ну, вот в этом все здесь и дело. Почему охватывающие и все такое. Не единственным образом это тоже можно понять. Не очень это существует для нас. И вообще надо будет здесь пример придумать мне для дальнейшего. Ну, не важно. Дело в том, что вот, скажем, построение вот этот алгоритм МР, на который мы здесь ссылаемся, он производит исключения в ходе работы. Я об этом сегодня говорил. Порядок этих исключений он не оговаривает. Возьмем любую строку, которая имеет максимальный порядок, и с ее помощью исключим, там, приведем все к нужному нам виду. Строчку эту италью, которую мы называли италью, пусть это будет италью строка, можно вообще, говоря, брать по-разному. Может быть, несколько строк, удовлетворяющих нашим требованиям, и мы берем произвольный из них. Ну, поэтому вот тут однозначности такой нет, но оно и не нужно в этом месте. Да, теперь мы поговорим... Извините, пожалуйста, сейчас, одну секунду. Ага, все. Мне... Не просто, чтобы читать, зачитывать слайды. Это и без моей помощи можно сделать, а понимать, к чему мы идем и о чем вообще говорим. Понял, да. Да, мы сейчас поговорим вот о пространстве решений нормальной системы. Это, так сказать, система самого такого приятного вида. Вот все очень просто. у штрих, ну, у – это вектор, вектор, система все-таки, у штрих. Штрих – это, значит, применение, если мы над дифференциальным полем с дифференцированием дельта работаем, значит, это штрих – это результат применения дельта. равен АУ. А – это матрица. Просто матрица уже без всяких дифференцирований. Вот, обратите внимание, написано матрица. М на М имеется в виду квадратная, а элементы берутся из поля К – жирные. Никакого здесь дельта нет уже. Это просто матрица и матрица. Дифференциальное поле здесь с дифференцированием дельта, но сюда, в элементы матрицы, это они и дельта не попадают. Ну, естественно, нас будет интересовать, куда без констант. Понятие константа очень важное, конечно. Я напоминаю, что в дифференциальном поле есть подполе констант, а константой называется любой элемент поля, дифференцирование которого дает ноль. Но это говорилось там чуть не на первой лекции, в этом смысле константы. Решением системы 19, вот этой вот, мы называем любой вектор-столбец удовлетворяющий, вот с элементами опять в этом поле К жирное. В принципе, можно рассматривать решение и в расширениях поля К, и обязательно прямо в К, а там что-то пошире берем. Такое тоже возможно. Ну и вот такое предложение. Все-таки у нас, обратите внимание, это не то, что повторение буквальное того, что в курсе обыкновенных дифференциальных уравнений в стандартном рассказывается, потому что у нас все-таки абстрактное такое дифференциальное поле. Это не те производные, которые с помощью предельного перехода определяются. Это абстрактные некоторые операции. Поэтому определенные вещи приходится как бы передоказывать, потому что они были доказаны на втором курсе у вас, допустим. Ну а мы для определенных конкретных реализаций вот этих вот объектов. А здесь так более общее это берется. Да, так о чем там речь? Не более М. Это матрица М на М у нас. Значит, система вот эта вот из М уравнений состоит. И она не может иметь более М линейно независимых решений над полем констант. Ну вот доказательство таким алгебраическим тоже абстрактным должно быть по идее, по смыслу. Ну вот первый этап. Мы доказываем, что если решения вот такие вот, мы их назвали В1, так далее ВС, С больше или равно единице, если они зависимы на поле МК жирное, понятно, что это такое, что это означает, то эти решения будут зависимы также и над полем констант, который мы обозначили через С поле констант. Элементы любого собственного подможества, мы можем считать вот из этого множества решений, они уже линейно независимы. Если какие-то берем подможества собственные, то есть меньше, чем вот это исходное, то там считаем, что уже все решения линейно независимы над К. А если бы это было не так, то мы можем доказывать наше утверждение для минимального подможества линейно независимых элементов этого множества. Ну, можно такое предположение сделать, которое я сделал. Значит, в силу этого обстоятельства, этого обстоятельства какого? Что любое подможество собственное уже линейно независимое. что К поле. Из этого следует, что мы единственным образом можем представить В1 вот в таком вот виде. Да. Теперь после того, как представили, мы можем написать выражение для производной В1. Вот оно здесь написано. И тогда также мы можем применить вот это, значит, дифференцирование, а мы можем также к обеим частям применить матрицу А. Вот. И, ну, вот эти вот коэффициенты зависимости, они вынесутся, через А перепрыгнут. Вот все можно будет написать вот так вот. И отсюда, зная, значит, выражение для производной и для АВ1, мы имеем вот такую вот вещь. Мы вычитаем из этого равенства вот это вот равенство, получаем в качестве левой части, это просто из В1'а вычитаем АВ1, вот. А это равно нулю. Сразу можно, не заглядывая сюда, сказать, потому что В1 это решение, как предполагалось. А теперь правая часть вот эти вот вычитания из этого вот, из этого вот, дает вот что. Вот что дает. Ну, тут группируются члены в этой, слагаемые в этой сумме, выносятся откуда можно АИТ, за скобки, и получается вот то, что здесь аккуратненько так уже коротко написано. Ну, раз так написано, то мы сразу видим, что вот эти-то все множители нулю равны, потому что все по АИТ являются решением. Значит, вот этот слагаемый вообще можно не рассматривать, игнорировать его. И что мы получаем в итоге? Что ноль равно, ноль равен, он, ноль равен вот этой вот сумме. или сумма вот эта, как здесь написано, равна нулю. Хорошо. Но это означает сразу же, что все АИТ и штрих равны нулю, потому что мы предполагали, что любое собственное подмножество, множество всех в АИТ, оно линейно независимо над полем К. А здесь как раз собственное подмножество. Первого элемента здесь нет, потому что первого вот здесь отдельно рассмотрим. раз так, это означает, что эти все штуки, вот эти АИ штрих, со второго начиная, они вам производные равны нулю. А раз производные равны нулю, значит, что эти вот сами АИТ, начиная со второго, они константы, это по определению. Ну и в силу вот этого равенства 20, оно здесь обозначено. Вот эти вот В1, В2 и так далее ВС линейно зависимы на цирк. Ну здесь оно и выписано, эта линейная зависимость. Про вот эти А2 и так далее АС мы доказали, что они константы, а здесь в качестве множества стоит единица, можно считать. Ну, а единица — это константы, конечно, она принадлежит цвет. Ну вот зависимы на цвет. Да. Таким образом, если зависимы на полинка решения, то они тем самым зависимы на полин констант. Ну вот для скалярного уравнения мы можем выписать, это полезно бывает, нормальную систему, системы вот того вида, как, ну вот 19, да. И матрица А устроена вот таким вот образом, как здесь, вот скалярное уравнение. Вот мы считаем старший коэффициент ненулевым. Коэффициенты здесь принадлежат полю К, существенно, что полю, это, значит, обратное для ненулевых существует. Этот коэффициент старший. Мы предполагаем, как всегда, ненулевым. Вот здесь это написано, поэтому здесь все, то, что вот это написано — это все корректно. Корректные вещи. Так. Ну, значит, R — не более R-линеина независимых решений на C, и, иначе говоря, размерность пространства решения по уравнению не превосходит его порядка. Вот это о скалярном уравнении идет речь. Значит, мы знаем, что пространство решений имеет размерность над полем C, над полем константным и превосходящим порядком. Вот здесь существенная вещь такая. Если рассматривать решения, принадлежащие не являющемуся полем дифференциальному, не хорошо сформулированным. Имеется в виду решение, принадлежащее дифференциальному кольцу, которое не является полем. Как-то вот это причастие здесь являющимся, не являющимся, непонятно еще к чему относится. Прошу прощения. Значит, имеется в виду не полем, если решение рассматривать к дифференциальному кольцу, то тогда это оказывается неверным. Решений может быть больше, чем порядок уравнений. Ну вот, например, здесь говорится, возьмем кольцо формальных двусторонних рядов над некоторым полем К. К светлый, обычный. Ну то есть степени все здесь, в принципе, допустимы. и вот мы рассматриваем F элемент, в котором присутствуют все степени, и положительные, и отрицательные, и все это с коэффициентами единицы. А это F мы рассматриваем в кольце формальных двусторонних рядов. Да. И вот в этом кольце тогда вот такая вещь, если мы F от X, вот это вот, вот он F такой, если мы его умножаем слева на единицу минус X, ну это тоже можно считать рядом, у него почти все коэффициенты нулевые, но тем не менее, это не нулевой ряд. Вот мы умножаем и получаем ноль. Ну легко сообразить, почему. Вот, когда на единицу, то вообще те же самые степени остаются, а на X все сдвигается на единицу, но поскольку здесь бесконечно в обе стороны, то и умножение на X это оставляет F тем же самым. Получается здесь, что X умноженное на F равно F опять. Ну или вот то, что здесь написано, равно нулю. То есть тут делители нуля присутствуют. И, например, уравнение нулевого порядка, вот такое вот, имеет ненулевое решение. Как бы вот уже этот принцип, что размерность пространства решения не превосходит порядку уравнений, уже нарушен. Потому что, если это рассмотреть как дифференциальное уравнение, оно имеет нулевой порядок. Тут вообще производных нет. А решение есть, присутствует. Ну вот более такой пример, близкий к обычному определению порядка. Уравнение первого порядка вот такого вот вида имеет два линейных независимых решений над полем констант. F1, вот когда мы берем здесь показатели, только не отрицательные. И вот такой вот ряд, когда все показатели имеют меньшие равны минус единицы. Ну оба этих ряда можно рассматривать как двусторонние ряды. В недостающей степени мы считаем, что они идут с нулевыми коэффициентами. Ну то есть вот, если рассматривать решение в кольцах дифференциальных, то вот это вот утверждение, что размерность пространства решений, она не может превосходить порядку уравнений, это нарушается. Ну, фундаментальная матрица системы Y' равно Y, той системы, системы того вида, которым мы сейчас интересуемся, это матрица, фундаментальная масса, торцами которой являются M линейными независимыми над полем констант решений этой системы. поле К или некоторым его расширением. Ну вот дальше это я оставляю в виде задачи утверждения. Фундаментальная матрица данной системы определена однозначно. Вот что интересно, все-таки наборы линейно независимых решений можно брать разными. Но вот эта вот фундаментальная матрица в некотором смысле однозначно. Она определена однозначно с точностью до множителя, являющегося обратимой квадратной матрицей с элементами С. С. Ну, С – это константы. Значит, фундаментальная матрица единственная определена однозначно с точностью до множителя, являющаяся обратимой постоянной матрицей. Ну вот это предлагается в качестве задачи для самостоятельного рассмотрения. В качестве небольшой подсказки указано, что доказательство может основываться на той же идее, что доказательство предложения 5. Слайд 59. Ну, давайте посмотрим, что тут. Да. Ну да, что вот как мы доказывали, что существует не более линейно независимых решений. И здесь я, по идее, тоже, может быть, использую доказательство того, что я сказал. Ну вот, уже упоминались многократно расширения, что в том смысле, расширение поля дифференциального, в том смысле, что, собственно, если у нас есть система линейных дифференциальных уравнений, такая, как мы рассматриваем, то решение можно интересоваться решениями не только принадлежащими исходному полю, полю К, жирное. Вот тому полю, из которого мы берем коэффициенты для системы, собственно. Ну и из некоторого расширения тоже. Так обычно и бывает. Вот. И вот здесь этим определением 12 вводится понятие универсального дифференциального расширения поля К, как жирное здесь, универсальным дифференциальным расширением геркана НСО еще практикуется. Такое название, если два пункта, два условия. Во-первых, омега полем это называется универсальным дифференциальным расширением. Если омега является таким расширением поля К, что у них константы одинаковые. Вот. Поля констант для исходного поля и для вот этого расширения одни и те же. Констант переходит к более широкому полю, но множество констант не увеличивается. Констант не прибавляется при этом. И для любой матрицы, ну, так как мы рассматриваем в нашей системе вот этой вот, дифференциальные системы имеют вот в этом, ну, это пространство решения размерности N. Значит, матрица порядок, размер N на N имеет, а вот это вот непонятно, это векторы с N-компонентами, элементы которых принадлежат ОМЕК. вот имеет пространство решения размерности N. Вот оно тем дифференциальное универсальное расширение. Замечательно, что там мы установили, что больше, чем N не может быть. Это доказывалось. Но может быть меньше, может там вообще не быть решений в каком-то расширении. Но это вот универсальное расширение таково, что там ровно N по максимуму там размерность пространства решений. Слово универсальный, здесь что оно универсальное, универсальное, что это для любых систем такого вида. Не то, что для одной какой-то там специально подобранного расширения. Так тоже бывает. Но это для любой системы такого вида, вот то, что сформулировано, имеет место. Ну вот здесь я ссылаюсь на некоторую классическую книгу Шлезингера 1895 года выпуска. Нам уже какая-то старая. Между прочим, 1895 год. Это также год рождения Сергея Есениева. В этой книге показано, что тогда было показано, потом там разные еще доказательства, конечно, были. Но вот классика, вот здесь вот, что если К, светлая К, является алгебраически замкнутым подполем, поле комплексных чисел, это нас возвращает, так сказать, из экстрактной алгебры немножко на землю все-таки. Мы в поле комплексных чисел выбираем не какое-то алгебраически замкнутое подполе. Ну, в частности, само поле комплексных чисел можно. Но можно и, вот скажем, поле алгебраических чисел. Замечательный факт состоит в том, что оно тоже алгебраически замкнутое. Да. И вот поле вкоживное — это поле формальных лорановых рядов над этим К, светлым. Ну, над самим полем комплексных чисел или алгебраических, как я предложил. И вот это вот дельта — это обычное дифференцирование. И вот эта вот омега, которой мы интересуемся, которая и объявлена будет вот в этом слайде универсальным расширением — это омега — это поле отношений кольца, порожденного выражениями вот такого вот вида. Вот выражение такого вида. Тут, видите, и логарифмы присутствуют, и экспоненты, и просто степенная функция. Сейчас мы об этом здесь чуть позже поговорим. Да. Так эти выражения вот порождают некоторое кольцо, то есть наименьшее кольцо, которое всех их садет. И это будет кольцо, а нам нужно поле. Так вот мы берем поле отношений этого кольца. Ну что значит поле отношений? Поле отношений — это фактически поле дроби, у которых числитель, у каждого из которых числитель принадлежит рассматриваемому кольцу, и знаменатель этому кольцу принадлежит. Вот такое поле называют полем отношений данного кольца. Но иногда еще употребляются слова в поле частных. По-английски это, видимо, quotient field — дробное поле, так сказать, поле отношений. Но опять вот эти синонимические слова вылезают. И существенно тут сказать вот что, что в этом выражении 24 q от x, вот этот показатель при степени, это вот тут написано, что это такое. Значит, для этого q большого еще q маленькая некоторая фиксируется, и само q большое от x — это поленом вот таких вот, не просто от x, а от x в дробной степени. Вот мы берем, ну, например, q маленькая равно 2, тогда q здесь вот это вот минус 1 вторая. Вот берутся, значит, это будет поленом не от x, а от x в степени минус 1 вторая. Ну, вот такая хитрая вещь здесь. Значит, это является источником дробных степеней таких. Лямбда — это просто принадлежит полю k светлое, s не отрицательное целое. И вот эти вот psi, которые здесь с американцами, вот они, они являются степенными рядами. От x в степени единицы, деленные на q. Ну, есть тут небольшая тонка, здесь минус единиц на q, здесь просто единиц. Здесь поленом, а здесь степенной ряд. По степеням вот от этой вот штуки, от этой величины, не просто от x, а от x в степени единиц, деленные на q. Значит, вот это я вам прокомментировал, вот теперь берутся такие выражения, с такими вот ограничениями, как здесь сказано. Берется кольцо, порожденное вот этими выражениями, для этого кольца поле отношений, то есть поле драги, понятно. Ну вот, значит, пока на этом здесь остановимся, а у меня есть немножко времени, как я и планировал. Сейчас, мне надо к слайдам с номером примерно 30 вернуться. Ну да. Это, значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что в прошлый раз доказывалось вот этот факт, вот эта теорема, что число линейно-независимых строк совпадает с числом линейно-независимых столбцов. Была доказана некоторая лемма, была доказана корректно, на мой взгляд, а лемма такого рода, где она у меня сейчас? Нет, не здесь, видимо, раньше. Да. Вот лемма была такая. Вообще, в ней уже много чего заложено, что если М и М натуральные числа, причем М больше М, больше строка, то вот если мы берем М строк, М вот это вот М, вот оно же и здесь. У – это все строки. Каждый из этих строк, составленный из М, принадлежащих нашему вот этому кольцу, дифференциальных скалярных операторов, элементов каждый, линейно-зависимы над… Да, вот, извините, интонация у меня неправильная. Значит, мы берем любые М строк, составленных из М, принадлежащих кольцу скалярных операторов, каждый. М больше М. Строк больше, чем длина каждой строки. Каждая строка имеет длину М. А мы берем М таких строк. М больше М. И тогда эти строки будут линейно-зависимы. Ну, в общем, ощущение такое, конечно, что так оно и должно быть. Ну, так это подтверждается, мы доказывали и для столбцов аналогичное утверждение. И это правильно. А вот дальше, значит, завершение всего доказательства, я его иллюстрировал, пытался проиллюстрировать в прошлый раз на простом примере. Ну, вот взять, например, 3 на 2 матрицу, 3 строки, 2 столбца. Вот. И тут существенный вот какой фрагмент доказательства. Значит, мы берем матрицу. У нее есть несколько строк линейно-независимых. Ну, вот пусть в нашем примере первые две строки линейно-независимы, а третья выражается через первые две с помощью коэффициентов. Коэффициенты будут скалярными операторами. И для доказательства вот этого равенства ронгов там был существенен такой момент. Я не могу сейчас все доказательства заново прокручивать, извините. Такой момент, что если вот у нас есть две строки линейно-независимых, пусть это первые две строки. Ну, вот как здесь в этом примере. Тогда мы можем для столбцов рассмотреть их отрезки. Я имею в виду те их части, которые попадают вот именно в первые две строки. А третий элемент столбца, он в нашем примере, он попадает в третью строку, естественно. И мы считаем, что третья строка линейно выражается через первые две. Вот, теперь, если вот эти вот отрезки, уже и сказал, что называем отрезками, надеюсь, вы меня понимаете. Если отрезки линейно зависимы, то и все столбцы, включая последний элемент, будут зависимы. Ну, вот, с доказательством этого момента там была некоторая неурядица в прошлый раз, в чем я признался. Да. И вот здесь вот предлагается, значит, более такое честное доказательство. Значит, мы... То, что первое... Я все на этом примере рассматриваю. Ну, потому что очень есть формулы громоздкие, а идею можно и здесь показать. Да. Да. Существует вектор f1, f2, f3 с неравным нулю третьим элементом. Такая, что вот произведение слева на эту вектор строку, эта строка слева умножаем на матрицу L в силу вот той линейной зависимости третьей строки, о которой я говорил, вот это вот произведение будет равным нулю. f3 неравным нулю в данном случае, потому что третья строка вот линейная зависимость. И пусть отрезки столбцов зависимы, тогда существует вот такой вот столбец из двух элементов, что матрица A, а матрица A составлена как раз из первых двух строк независимых, что умножение вот справа на этот вектор столбец вот дает тоже нулевой вектор. Нас интересует вопрос, верно ли, что и если здесь дополнить брать не матрицу, а всю матрицу L, что и третий элемент столбцов тоже с теми же самыми коэффициентами окажется зависимым. Ну вот так, как здесь написано перед знаком вопроса. Ну, рассматривая вот это вот произведение, сначала, значит, слева умножается L на F, вот это вот, а потом еще справа на S, мы знаем, что оно равное нулю. Вот это произведение, и что мы можем сделать с этим? Мы группируем слагаемые и получаем вот то, что здесь написано. Ну вот эти вот первые два слагаемых в сумме равны нулю в силу вот этого вот 15. Мне правда кажется сейчас, что они равны… Нет, наверное, нет. Да, да, как раз здесь вот эти вот. То, что здесь-то, все хорошо. Значит, они равны нулю. Ну, значит, у нас это можем выкинуть из суммы и получить вот это вот равенство. Теперь F3 по условию не равно нулю. Да, вот как здесь написано. И в этом кольце, в нашем кольце операторов, нет делителей нуля. Почему их нет? Ну, потому хотя бы, что я сегодня говорил, старшие коэффициенты, мы перемножаем два скалярных оператора, и старший коэффициент, он, собственно говоря, произведение двух старших коэффициентов исходных операторов. Поэтому делителей нуля там быть не может. Этот не ноль, делителей нуля нет, а произведение равно нулю. Это значит, что второе со множителя здесь равен нулю. Ну, вот то, что здесь и написано. Извините. Так что я все доказательства от начала до конца не провожу, потому что я его проводил, но в нем был некорректный один фрагмент доказательства. Вот этот фрагмент я, собственно, здесь и показываю в корректном виде. Ну, и еще раз подчеркиваю, что доказательства не в общем виде, не для общего случая, а мы демонстрировали вот в такой вот матрице. Ну, и это просто из экономии места, и чтобы было понятно все-таки, можно было смотреть и понимать, о чем речь идет. Тут этим ничего жизнь не упрощается тем, что мы этот пример рассмотрели. Ну, вот то, что я сегодня хотел сказать. Как раз мы заканчиваем более или менее вовремя. Спасибо вам большое за внимание. Ну, надеюсь, что кто-то меня слышит и слушает. Все, тогда до следующего раза. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова так